всех приветствую мои родные и любимые и сердцу моему самые дорогие веганы христолюбчики ну и все кто попал на это видео или на мой канал сегодня у нас такая тема это хищные животные почему они убивают животных а может быть даже себе подобных но этот ролик принципе я мог и давным давно написать записать как-то никогда эту тему не раскрывал в таком как я всегда люблю объемном масштабе вот сегодня попытаюсь это сделать но честно признаюсь да тема хищных животных она не совсем простая и до конца мне не открыто несмотря на то что я люблю говорить и так и есть что истина мне открыта в полноте да но одно дело истина другое дело замыслы божьи о том как привести мир в небесное царство до пути как говорят господни неиследимы неисповедимы да и вот одно дело цель мне известно и путь по которому должны идти люди там другое дело как уже на практике мы идем какими внешними промыслительными вот этими какими-то обстоятельствами событиями действиями господь окружает человеку чтобы он пришел познание истины и деятельно достиг совершенства вот хищные животные ну я скажу да почему и вот как раз поводом для записи этого ролика еще явилось то что ну братец веган во христе мне сбросил по моему фотографии или пост где аист пожирает кроликов за чат и прям буквально через день там я уж не помню ну я аж подписан тоже на всякие разные паблики вконтакте и тоже ну и причем кто-то его лилах и лайкнул или что-то написал он меня в новостях вышел как раз тоже или гифка или ролик там короткий аж не помню и или картинка и текст я не стал ничего сохранять если честно специально мне все это не очень хотелось показывать хотя вы знаете мои группы моя страничка в том же сам контакте переполнена обличением грехов убийства и так далее животные да и там была даже следующая информация там знаете то ли я не совсем понял смысл этого поста в этой по моему паблик вегетарианство норма жизни называется я же забыл в каком я его чисто в новостях увидела не стал себе целью ставить там запоминать все это скриншотить или как-то еще хотя вы знаете и такие вещи делаю но как-то не лежало на сердце я с вами словами перескажу и там я уж не помню то ли это было прям слова мысли комментарии именно автора паблика вегетарианстве или это было перепущено с какого-нибудь трупожорского ну тоже не знаю не важно паблик частный человек это лично разместил что типа вот смотрите аист пожирает кроликов детенышей да там где-то находят их в траве тоже а типа мы думали что он там детей приносит его типа веганы живите теперь с этим вот там вот эта фраза то ли она хру было по-моему вообще чуть ли не написано этим автором паблика чё так и не понял прикола а братец во христе мне написал тоже следующее что типа что ж теперь эти аисты не наследует царство небесный ибо убийца не мог того наследовать давайте об этом поговорим по поводу хищных сейчас дело не в этом прямо есть это все понятно хищники поедают убивают и пожирают трупы можно сказать да и живьем можно сказать терзают других живых существ ну конечно же в общем если мне ответ есть на этот вопрос иначе я не благовествовал бы вам истину еще павел сказал там я не буду сейчас в библию вдаваться в это послание апостолу павлов тот контекст который там что он в это вкладывал но я все-таки как тезис как эпитет возьму его знаменитую фразу что все творение я скажу более современным языком по сей день и по сей день и до конца времен страдает и мучается до ныне из-за человека ожидая откровения если все совместить умного сердца детей божьих в чем же это откровение кровение я об этом откровении говорю постоянно на своих каналах своих проповедях перестаньте убивать животных бог сотворил рай на земле там не лилась кровь там люди должны были господствовать над всей землей над всеми живыми существами что значит господствовать заботиться и любить то есть возрастать в любви заботись и пекясь о всем божьем творении веренному человеку вот это откровение для вас и этого откровения сердца ваших грешников кто меня слушает если еще не покаялся в грехе убийство животных пожиральных трупов этого откровения бедные животные и ждут пока у вас откровение превратится в деятельную ну назовемся я называю современным языком веганскую жизнь там что веган не причиняет страдание смерти божьему творению и богу точнее даже проще и лучше и правильнее сказать богу во всем себя проявляемым поэтому вся тварь неважно от кого она страдает от человека или то что бог творение так скажем и по грехам человека природа изменилась по грехам и ждет откровение именно сынов человеческих до дочерей детей божьих с нас все началось на нас все должно и закончится поэтому просто это есть и конечно трупажор очень часто веганам тычут вот этим что типа вот есть мир хищников они же убивают животных чем мы хуже ну когда человек сравнивать с хищником это вообще смешно потому что у любого кстати даже подчеркну здесь адекватного хотя эти люди и людьми недостойно называться но адекватных людей я не беру какие-то психические расстройства ни одного адекватного нормального даже грешного человека на всей земле не возникает желание но я по себе сужой не могу все души заклинуть но я думаю что так у всех людей при желании живого существа у него не вызыв не возникает желание зубами что делают хищники как они как клыками смешно называть человека хищника потому что у нее есть я кого-то эти вот там клычки на миллиметр выше резцов и этих плоских зубов до которые для петерти ранее пищи предназначены и резцов которые не для того чтобы плоти рвать резцы это отрезать когда мы кусаем фрукты и овощи это не это эти зубами плоть грубо говоря не порвешь поэтому ты минут у хищников у них одни острые зубы как клыки у них даже нету резцов посмотрите на акулу у нее все зубы одинаковые смотрите на любого хищника и уж этими клыками вы ничего не разорвете там не за что даже зацепиться будет его нормального здравого человека даже грешника который даже убивает животное топором у него не возникает желание как они как хищного подобного инстинкту животных зубами вцепиться в живое существо и перегрызть ему зубами глотку это раз поэтому по поводу на самом деле хищника а то что делает человек уже ножом это это так скажем придумав искусство целое из искусства убийства искусство зла это не говорит о том что хищник этот говорит о том что он конченый идиот бессердечный конченый идет дьявол является дичем самого сатаны вот и все поэтому по поводу того что вот есть мир хищников и я типа хищник это конечно же трупажорские отмазы они лишь обличают то что эти люди просто законченные идиоты вот и все бессердечные законченные идиоты это никак не является отмазанная для нормального человека поводом для того чтобы продолжать убивать или спонсировать убийство беззащитных безобидных ничего не способных сделать человеку существ ради похоти своего ненасытного брюха чрева почему же убийство творятся в животном мире кто такие животные вы знаете это тайна конечно же я говорю промысел божий для для нас до конца не открыт конечно же по бог может человеку много открыть да и бог мне много открывал открывает я верю что будет открывать но вот это вот вот кто увидел у меня сегодня 28 сентября 2020 года как раз когда я записывал только недавно буквально ролик помните я записал домашних животных о любви к природе у часа хищных пишу животных и когда писал домашних животных спустившись у себя с небольшой горки здесь где я сейчас живу вы помните как на ваших глазах выбежал ко мне котенок из леса я естественно не оставил его в беде я его взял приютил в том же ролике я подтвердил все что говорил почему ролик было любви к природе и и я даже естественно такие мысли в голову приходили я думал не приходили всем кто будет меня слушать и слушал что а вот бог его проверить час там нам песни пел про то что не надо вообще животных одомашливать да надо всячески это переломить эту ситуацию не надо их не разводить не прикрывать и тут же господь мне посылает в ролике любви к природе этого котенка да но я своим словам не изменяю и проповедую то как сам живу и поэтому вот с появлением этого очередного котенка в моей жизни я делаю ровно то что говорил словами я его не приручаю так скажем он ласковый он очень нежный очень ласковый мы с ним целуемся обнимаемся тискаемся но при этом я не делаю из него беспомощное существо как я и сказал я сам веган естественно ради него я никого убивать тоже не собираюсь я не убиваю никого ради своих родных и близких даже престарелых или больных я не собираюсь это делать действительно ради тех животных которые и так за нас страдают и мучаются я сам ем естественно божественной пищи богов это веганское питание естественно тем же самым я кормлю уже месяц наверно своего котенка и он не помер он счастливый довольный бегает и прыгает спит со мной на кровати да сейчас он залез под этот под кроватку там у меня теплый коврик уже немножко прохладно дома но сейчас через пять минут сюда полезет мы когда заходим не просто зашел и сразу сел записываться он теперь забегает время этот коврик он тепленький ему нравится поэтому я конечно отношусь к нему точно так же как брату да то есть к такому же существу которое способно жить самостоятельно которое питает господь как сам иисус сказал что господь печется а всякой птички на земле укорял даже людей в таком маловерии сравнил вот именно маловерия человека вот с таким вот эпизодом о том что сказал что господь питает всякую птичку на земле уж неужели он не пропитает этого котенка и если человек питающийся трупами живет и до 90 до 100 лет уж тем более на здоровой пищи человек проживет эти года насколько там здоровым или нет это уже в божьей власти и животное любое так называемый даже хищники конечно же будет спокойно питаться и пищи богов пищи рая веганским питанием так называемым да я собственными глазами в 16 лет я помню поступил в институт и как-то после сессии мы поехали к одной девчонке она в частном доме жила и мы так сидим у нее во дворе у нее тоже маленький котенок был вот как у меня сейчас этот и я удивился у нее во дворе тоже там помидорчики были но такое не частный дом можно сказать в городе небольшой огороде было росли помидор еще зеленый и он прям с куста их вот так ел я удивил я первый раз думаю кто мы же выросли у меня же родители тоже труп ажоры да вот считает что без убийства животных обойтись нельзя и нас так вырастили и так животных домашних на себя были дома кошки мы все кошатники так скажем мама там яда вырос таким же но я не только кошатники я всех люблю конечно с кошками тоже особо мне отношения я тоже думал что кошки только так я срок не душу кошка будет огурец или помидор как выяснилось она спокойно с куста с радостью этот маленький котенок уминал эти помидоры и не потому что он был голодный его это не это это не семья веганов было да это был их не никакой дворовый котенок они его как я помню недавно взяли и он спокойно уминал эти зеленые помидоры это было наверно могут кстати извините из моей памяти столько лет прошло больше двадцати лет а я помню этот случай и вот в мире животного знаете господь всегда оставляет нам отголоски истины не в мире же вообще в мире да даже в мире лежащем возле после грехопадения оставляет нам отголоски истины не зря мир поделен действительно на сейчас еще я не стал ролик называть дикие животные дикие это неправильно потому что домашний дикий я уже записал это вообще неправильно все животные вообще это 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 понятие который ввел грешный человек дикой природы дикие животные отделив себя от бога от природы в которой бог всячески во всем это самый настоящий грех это зло это не познание истины просто а вот хищники не хищники потому что и домашний живот мы как бы вместе хищники я и он да я ему еще делюсь тем что я добыл да это конечно тоже самое настоящее зло и вот у нас все равно есть остается отголоски и я к тому что несмотря на то что помните написано в девятой бытие что на самом деле не бог вложил а человек своим отношением к животным вложил страх ужас животных к людям потому что люди стали просто беспощадные быть как нашим братьям и сестрам животным меньшим именно это не бог вложил это все детский язык недалеких грешных людей библию надо читать правильно это человек своим отношением жестоким похабным злым отношением к животным вложил в них изменил их природа в страх в боязнь как написано страшится тебе будет всякое живое существо но страшится и стал страшиться из инстинкта самосохранения потому что человек стал врагом тому кому кого бог поставил о нем заботиться мы должны все это вернуть на обратно в рай в потерянный рай должны вернуть на землю по крайней мере те кто слышит голос бога голос истины в своем умном сердце и вот конечно же бог оставляет эти отголоски как животных которые все равно любят человека сейчас принято домашние только почему-то этих домашних животных спокойно убивают овечек корову курочек собачек кошечек корей убивают домашние животные их тоже убивают как и мы свинья домашние животные домашние и убивают курицы домашние домашние и я трубают голову это безумие человека убивать своих домашних уж тем более диких животных и вот один из таких примеров я привожу яркий это панда да не зря панда является символом вегатства все люди любят на хищника всылаться но панда это медведь у него клыки ярко выраженный да это нас то самый настоящий хищник и бог природе так положил что хищник стал так веганом да ну да панде говорят что она может там поймать рыбу как любые медведи очень хорошие рыболовы кто видел ролики там бурых медведей север белых медведей да они несмотря на свою му как у любит медведь такой громоздки неповоротливые они очень удачные охотники да не рыбу действительно ловит очень спокойно в реках без удочек без сетей а лапами простыми да и и прям мордой своей вот и вот веганы трое панда это же такая же такой же медведь то и вот панда 97 процентов вот именно берут эти три процента якобы она там хотя она зачастую живет в местах где даже воды практически нет там никакой рыбы нет это так говорят что она может там давку голодный год так живут они в бамбуковых тростниках в китае там да и они едят 97 процентов просто этот тростник ну а то есть сто процентов их пищи состоит из этого тростника у них все как любит хищники там маленький кишечник там другой желудок другое кислота в желудке они не смог писаться травой у панды ничего не изменилось это такой же медведь и он спокойненько питается пищей богов веганским питанием поглощая этот тростник просто в огромных количествах какает и живет этим очень счастливы эти панды и здоровы это живое свидетельство для вот таких вот тупых бессердечных людей там одним из отмазов из к одним из которых отмазов является что там типа хищники вот есть хищники а есть там полтоядные вернее есть травоядные вот ну есть полтоядные из травоядные из хищники есть не хищники и вот типа мы там хищником принадлежим и не можем поменяться ты никакой не хищник у тебя нет таких клыхов у тебя желудок переварит даже кусок монеты спокойненько да уж тем более он переваривать спокойненько всю траву вот и так далее ну кто там по здоровью заморачивайся и к заморачивай все это можете узнать что когда нам стала информата информация в современном мире очень доступна как выясняется полным полно ученых великих людей которые точно также на основе науки уж пусть если вы не верите доказывать что и все эти витамины выделяются в человеке просто так сами по себе как раз от правильного питания и так далее и так далее все это уж давно тоже вы хотите там со стороны ученого я просто не люблю этот лагерь они к тем ни к тем не отношусь кто там что-то доказывает за счет науки одна есть наука она естественно это любовь через нее открывается познание всего и вот по поводу хищников конечно же то есть это не дает и надо просто понять если ты человек родившийся в мире лежащем возле твоя цель избрать благо это глупые люди которые смотрят на обезьяну вот обезьяна то дарвин там доказал ну это люди ну то что написал я от обезьяны посмотреть на двух людей один говорит он от обезьян другой над бога но кто у вас вызывает большее чувство любви доверия радости тот который говорит что я идиот или тот который является умным тут все понятно здесь то же самое знаете конечно же независимо на то что мир лежит во возле причем по нашим грехам по нашему поведению это не дает повод человеку продолжать творить зло и вот я вот вот у меня котик да этот конечно вижу что она уже охотиться он да там я так не пойму мальчика девочка чет я как не могу определить да вроде мальчик селдон девочка походу все-таки мальчик я вижу как он ловит этих мух там кузнечиков на моих глазах он вот такого вот какого богомола или не знаю кого схватила продыма вцепился во всю морду он кричал но все-таки сожрал его я не стал спасать его как-то или вытаскивать этого насекомого он уже он его когда поймал я так не видел сначала он схватил пополам он уже переломал так скажем понятно он уже не вышел поэтому там вытаскивать не за рта но естественно так как он обладает этот котенок такой же свободы не собираюсь за ним как не знаю как кто мамка да бегать за ним конечно же он вырастет он свободный я как и бог не нарушает свободу я хочешь грешить убил животных хорошо я тебя буду воспитывать но свободу нарушать не буду ты будешь скорби боли рожать детей его ты будешь скорби поте питаться от плодов земли адам вы будете ходить в смертные одежды тех животных которых убили чтобы вкусить ту же смерть которую вы подарили миру в кавычках подарили да вернее подарили не в кавычках подарили в плане хорошим до что-то подарков подразумевает хорошая то есть вы подарили зло миру да то зло которого подарили мир и конечно же я вот понимаю что тот же самый мой котик с которым я ласкаюсь стискаюсь он по сути убивает и пожирают там этих мышек птичек сейчас подрастет да все это будет охотиться как я к этому отношусь и что я делаю я сам бега еще раз повторю да то есть я питаюсь пищей богов вегетарианским веганским питанием я это питанием питаю всех своих друзей знакомых родственников я этим питанием питаю теперь вот кошечка появилась все то же самое что ем сам я все даю и не поверите а хотите поверьте мне на слово хотите приезжать посмотрите она он он или она ну пусть котик он неважно может эта девочка потом все-таки окажется вот я никак разглядеть не могу ничего нету в миске все время все слопают с удовольствием подчистуя никакого молочка я не давал ничего но она уже выросла из принципе от груди то вы видели какой она прибежала это уже от грудного молока перешедшие их видимо выкинули или откуда там этом лесу взялась уже все-таки вскормленное так скажем молоко матери даже на моих глазах не на моих кто путь в пузе подбирал выбрасывать вообще младенцев так скажем да только окатившихся таких я даже не представляю как можно выходить вот это уже конечно было выращенное молоко матери их потом обычно выбрасывать когда они хоть как-то ходить могут сами уже и я и конечно же кормлю только веганским питанием то есть я со своей стороны делаю все что могу животное обладает точно такой же свободой как и человек я не могу у нее изо рта доставать там мышку птичку вот оно чудо я же вам сказал через пять минут оно заберется ко мне все время сидит у меня на плече кто фотки видит в телеграме я выбросаю я не могу насильно из него действительно в котором есть инстинкт хищника сделать травоядного но я со своей стороны я верю что человек может менять природу вокруг себя человек может поменять свою природу и природу вокруг себя во всех животных есть душа живая но эти все тайны от нас немножко сокрыты кто эти животные какая в них душа в них душа реинкарнированного человека доброго или злого ведь понимаете хищник который вы другого хищника может быть злой человек в жизни попал в это же животное да мы не можем всего этого знать у них мы не можем знать насколько вот это одно дело боли они испытывают живые души да и рады и жизни а сострадание присущены ли она живой душе вы знаете в интернете благо сейчас современный мир можно делиться полно случаев где мы очевидны видим что животные умеют сострадать почему как та же самая кошка в интернете есть полно сейчас роликов я так на память приведу какие-то выкармливает ёжиков как кошка может защитить до лампочки эти ёжики у ёжика там или погибла мама и мы видим в ролике есть ролик интернете как кошка выкармливает детишек колючих ёжиков а сколько случаев посмотрите в интернете есть собранный такой ролик дружба любовь животных где там обезьяна вырастила тигра там есть где беги антилопа пом вырастила гепарда а корова корова и он не ест ее потом он приходит по ночам к ней там в загон как матери там полно таких случаев где дружба просто невероятных животных чем хищного сплотоядным есть куча роликов где там собака всегда кошку которую казалось бы какой-нибудь петбуль готов растерзать некоторые собаки вот так от хозяина есть тот начнет ругаться на кошку он закрывает и типа горит не трогаю не бей то есть мы видим это удивительно мы просто от нас все это закрыто для чего потому что как говорится есть не не в то что мы там не достойный ли бог открывает это просто неважно это путь каждого человека вы помните иисус когда я вам напомню евангельский случай хоть и связаны с человеками да когда иисус шел уже после воскресения своего с петром и вы помните когда он спросил про она господь ему сказал что тебе для него ты смотри за собой такой очень важный момент хоть как бы вы знаете он а что с ним да а он пришла почему там тем более кое-что было об ане такое великое сказано да что якобы он чуть ли не умрет и все так подумали да то господь сказал петру тебе чё до него ты за собой смотри ты следуй за мной у тебя другая судьба тебя настанет повторное испытание исповедать меня и тогда ты уже будь любезен устои а не так как ты отрекся от меня недавно да вот здесь та же самая схема вот и поэтому по поводу животных нам до конца и вообще вы знаете про небесное царство то же самое когда иисус беседовал еще дам одну отсылочку к евангелию иисус разговаривал с великим человеком до членом синдриона неким никодимом учителем израиля которым продукт корил что он не такой тушевеликий умный мудрый учитель хотя должен быть таким для израиля что господь ему сказал вот я говорю вам о земном и вы не понимаете уж поймете ли если буду вам рассказывать о небесном вы знаете нам неведомо и апостол павел я еще вспомню слова говорил такие вещи что человеку даже на сердце и в голову не приходилось что бог приготовил любящим его во всех его проявлениях нам вот этот нам вот это царство любви мы сейчас живем в этом мире лежащем возле даже себе представить не можем что такое жить без страха среди святых людей животных опять райских не причиняющих зла человеку потому что он перестал причинять им зла да и этот страх человека и ужас человека хозяина до господина ушел от нет да мы себе представить не можем как это жить без замков как без полиции без армии без до хищников вредители там насекомых ядов до ветров ураганов мы себе представить не можем этот рай брус не мог представить такое что возможно я просто кайфую вечно кайфую потому что нету источника страданий все вокруг и все святые никто никому никогда в жизни даже под страхом смерти не причинить зла не говоря уж о том что люди в раю рискнут еще раз пойти на такой шаг да как было в начале истории человечества и нам просто неведомо это и мы конечно представить не можем что такое будет царство небесное может там и деревья и плоды будут с нами разговаривать и может быть мы есть разные там мысли фантазии всяких людей я могу свои какие-то мысли высказать кто-то говорит мы там будем духовное пить вино с иисусом и кушать и уже вообще не будем ничего такого употреблять тела будут духовные там что все да может и так вы знаете живой пример это же только трупажоры тычут веганам что огурчик или у помидорчика тоже есть чувство ему тоже больно но это же лишь подколы чтобы оправдать свои грехи что раз это я и огурчику больно чего я тогда буду все я буду кому-то больше я и жрать буду но у любого здравого человека как я в начале ролика этого начал если он не просто подкалывает оправдывая свой грех точно так же как у нормального человека не появляется желание зубами вцепиться в шею живому существу и переломить ее чтобы она умерла точно так же у нормального живого человека ни один если он не будет лукавить и с чистым сердцем никогда конечно такой глупости не скажет что типа я вот режу огурчика и слышу его крики вопли он у меня из рук бежит вырывается со всей силой мышцы я чувствую как это живое существо будто и как режут свиней это же ужас на что это похоже разве огурчик так разве они сами когда спеют не отваливаются от ножки разве это не так разве они сами не отошли все они сказали съешь меня иначе я совсем пропаду и они опять превращаются в прах разве свинья хочет яблочко само тебе падает в руки бац и все свинья к тебе в просят только когда ты хочешь погладить если возьмешь нож она побежит тебе я видел как рубит курей который рубит на заднем дворе казалось бы они никогда не видят как это делается их отводит туда новую курицу чтобы не одну за другой то что там слышит это может происходить явил это в маленьком частном дворе это все правда которую все знаете и она бежит она не знает откуда курица знает что такое топор я собственными глазами видел как она вырывается от хозяйки она чувствует что она хочет причинить ей боль даже смерть она не видела никогда топор у них курятник на другой станет курятник во дворе а забивают там назад не подальше они никогда не видели как там что другие умирают они видели как им отрубает голову они живут там я говорю всегда во дворе в загоне там а рубит их там в другом месте и не каждый день они прям табунами что те уже видят любой животное конечно видит все созерцает если бы это был лента такой смерти да их одну как там на птицефабриках я еще понял как она догадывается когда на одну ее раз в неделю зарубает на заднем дворе и новенькую берет и ведет и она вырывается и бегает по всему двору она и поймать не может я это собственными глазами видел она не понимает куриц казалось бы что такое топор хозяйка не не идет и как раз не говорит ой моя хорошая она и так ведет да куда же ты моя я был в шоке от такой картины мне еще говорят что я злой веганы злые это вы конченые идиоты это не я злой вы ласкаете по головке и и сворачиваете туши у вас нет ничего божественного вас нет ничего даже человеческого хотя человек есть бог поэтому вас ведь сказать что вас нет ничего человеческого и божеского это одно и то же и конечно же мы не можем себе представить вот это вот небесное царство и и не суть важно чем мы там будем питаться и как это будет происходить сам факт что здесь нам оставлен прообраз есть пища богов пища человека в данного нам в раю богом все что сеется на земле все что дает свой плод по семени и все что падает с деревьев из кустарников и растет на них все что растет земли грибы орешки растущие на деревьях или еще как-то все нам это дано в пищу можем все это спокойно что не имеет крови что не имеет ушей глаз нервной системы органов чувств растение конечно же то что они двигаются живые они еще не имеют чувства они не души живые это надо понять и поэтому по поводу животных хищников мы не можем до конца понять божеские тайны и планы и вообще тайну мироздания до конца кто это живые души они они насколько они умные насколько они интеллектуальные насколько они способны сострадать тем более мы на них сейчас смотрим через ту же самую кривую призму мир лежащего во зле кто исповедует реинкарнацию может до конца не можем понять сейчас это животное стоит какой-то своей душой животного или это человек злой полузлой демон вообще уже можно сказать воплоти или еще что то может этого животного точно так же как в людей для верующих людей так называемых верующих слова терпеть не могу во что он там верует бог его знает ну ладно для хрен не важно любой религии христианина допустим уж признающего евангелие животные бесы невидимые так скажем в этом мире ангелы там падшие да не мог вселяться в людей мог животных благодаря евангелию мы это отлично знаем кто-то в личной жизни все это видел может это животное может в нем бес сидит может во всех животных хищников и никогда не думали что хищные животные сейчас это падшие ангелы они именно вселяются в эти плоти почему нет нам это как бы закрыто да а почему я могу сказать что это не так важно каждый будет отвечать как иисус сказал и так есть это истина бытия закон кармы как хотите в разных религиях по-разному названа суть об одном каждый отвечает и пожинает то что он посел за то что он сделал вот и все поэтому смотреть на хищных животных уже сразу их посылать в ад или в рай мы знать не знаем кто это такие что это за живая душа реального животных есть какой-то уровень у животных есть уровень познания этой души и мы не мы не до конца понимаем эту тайну мы видим насколько животные сами по себе это очень высокие существа вот это чудо который у меня сейчас тут на коленочках да у них есть и материнские чувства и отеческие да и любовь и лаской нежности забота и защита и пожертвования даже собственной жизни выжат прекрасно сейчас современный мир если у кого-то в личном опыте этого не было благодаря миру интернета столько информации доступны всяком в жизни разные встречалась я думаю встречались такие случаи может тут конечно и совсем если хорошо и было это в реальной жизни там с близким еще что-то как животные даже полагают свои жизни господь иисус на прощальном ужине своими учениками сказал такую фразу что нет больше той любви как если кто положит душу свою за друзей своих это удивительно и мы видим что такие животные есть поэтому по поводу прикола там я говорю вот в этом сообществе вегетарианство я совсем вообще не понял к чему это там жить теперь с этим там что ависта из детей от кроликов до мир хищников есть ты это не поощряю вот я вам не просто так рассказал о своей жизни всегда от опыта старое свидетельствовать какой пережил вот мой котик да я его не кормлю я не поощряю я не глажу по головке мне неприятно осознавать что он там охотится но я верю что он может измениться все от бога я со своей стороны делаю все что я могу я может даже ну конечно я может она птичку из его рта вытащу если увижу это успею но просто они бывают так цепляется что уже бесполезно это убил богомол просто переломал одним этим когда в рот взял чем-то хрупкие насекомые птички мышки они достаточно живучие и не так просто их кто видел как они охотятся это мышку ловит еще долго с ними играется не раз от них мышки убегают я это собственно глазами видел вот они не сразу их мог там и прокусить и поранить они просто схватывают но не убивают так скажем вот в этот момент можно успеть высвободить несчастную жертву вот ну конечно же по пятам ходить я не буду да человек просто на это не способен это будет неправильно да а вот какой-то своей жизни вот так вот деятельно это менять вот в плане сколько ты можешь к тебе зависит да не давать им естественно продукт убийства то что же получается ты одного убиваешь накормить другого это глупость уже тогда ты никакой не веган на самом деле никто из них не помрет все они будут жить счастливо неважно каких-то там зубы желудочный сок любого живого существа переваривает даже не пережеванную пищу желудочный сок кто изучал да вот этот вопрос с точки зрения медицины знает прекрасную ложку переварить может железную поэтому все это конечно хорошо мы кушаем пережевываем нас в детстве учили хорошо живу на самом деле ты можешь и так глотать это же выжить и жить спокойно все это тем более бог все благое святое всегда превратит во благо я не знаю ответил я на этот вопрос или нет в том плане потому что и как я уже сказал есть небольшая зона где нам положен предел если мне бог что-то откроет больше я с радостью с вами поделюсь если у вас есть какие-то на эту тему больше откровения что такое хищные животные почему животные изначально сотворенные таким же благом и добром понятно мы все видим по книге бытия до 9 главы что по сути вина человека за то что животные превратились таких что возможно и как я вам сказал уже это и можно сказать что животные из бесноватый да что хищники это злые человеческие души это злые ангелы это тоже может быть что это просто животные ставшие сущность поменявшийся за счет грехоподения человека в которых страх вселился всего на свете и в них появились это скажем развились злые инстинкты да но все это по плодам дел негодного человека начиная с адамы и его вот и поэтому даже если все это происходит покаяться могут все и в том числе так скажем даже животные знаете они тоже реинкарнируют тогда если это так бог все это придумал так чтобы все пришло в концовке во всеобщий лик любви небесном царстве пока наверное мне нечего больше сказать я надеюсь немножко я этот вопрос раскрыл потеребил я говорю он как мне жить не мешает я знаю ответы для моей святой жизни как я вам сказал а вот получается я чувствую почему нам бог это так скажем нам это закрыто мне ничего эти знания не дают зла утворимое другим человеком животным мне никакого права творить зла не дает я буду отвечать за себя я хочу жить в небесном царстве где никто не творит я бы хотел чтобы не было хищников но я по истории человечества по грехоподельщика знаю что это мы во всем виноваты это мы весь этот мир сделали из рая адом и мы каждый себя должен начать должны всячески постараться чтобы этот потерянный рай вернуть здесь сегодня и сейчас и сделать для этого лично я должен все а там бог управит а а а а Субтитры создавал DimaTorzok